Сложил полномочия. Мэр Омска Вячеслав Двораковский подал в отставку. Случилось это сегодня на заседании Омского городского совета. Заявление городоначальника вызвало недоумение у депутатов, ведь Двораковскому оставалось руководить городом всего пару месяцев. Однако, как признался уже экс-мэр, на этом настаивал Кремль. Но к чему такая спешка и кто на самом деле стоит за отставкой, расскажет Алла Левина. В повестке заседания вопрос об отставке мэра не значился. Заявление Вячеслава Двораковского стало полной неожиданностью для присутствующих. В своем выступлении омский городоначальник недвусмысленно дал понять, что решение о досрочном снятии полномочий было принято под давлением сверху. Этому дню предшествовали обсуждения в правительстве Омской области и с представителями администрации президента России. Вот мое заявление о подставке. Вячеслав Двораковский был избран мэром Омска 12 июля 2012 года. Его полномочия завершились в июле текущего года. Первая попытка выборов главы города конкурсной комиссии с треском провалилась. В соответствии с уставом на посту главы муниципалитета Вячеслав Двораковский мог оставаться до избрания своего преемника. Причем поспешное решение принимается накануне выборов в Горсовет и проходит в нарушение регламента. Предмета для обсуждения нет, заявления нет. Рассматривать вот это постановление мы просто сейчас не имеем права. Поэтому предлагаю закончить этот вопрос и закончить сессию соответственно. Проблема решилась незамедлительно. В неочередное заседание комитета по вопросам регламента принимает проект решения об отставке мэра. Парламентарий из фракции КПРФ категорически против обезглавливания города. На фоне множества нерешенных проблем городоначальник сложил свои полномочия. Но большинство депутатов голосует за. И теперь исполняющим обязанности мэра назначен Сергей Фролов. Но кому нужна такая неоправданная спешка? Я предполагаю, что за этим всем стоит Андрей Иванович Галушко, потому что Кремль ему поручил все полномочия. И он отвечает перед Кремлем за то, чтобы победить КПРФ в городе Омске на выборах в Омске городской совет. Потому что после выборов в законодательное собрание, в Государственную Думу, где КПРФ в городе Омске уверенно победила Единую Россию, вот на сегодня такая задача перед Андреем Ивановичем поставлена. Фролов человек Галушко получается? Ну я предполагаю, что так. Потому что так настойчиво лоббировать и так... Ну дали бы возможность Двораковскому доработать до ноября. Какие проблемы? Какие проблемы? Нет. Надо было сломать. И ломали, ломали, да ломали. Решили проблему. Вторая попытка выбрать мэра состоится в ноябре. Чем она увенчается, неизвестно. Не исключено, что процедура избрания градоначальника может затянуться надолго. Все зависит от интересов определенных кругов, далеких от народа.